В эфире первого мытищенского информационная программа «День» в студии Юлия Федориненко. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Гром громыхал, деревья гнулись. В мытищах ликвидируют последствия урагана. Вообще, конечно, гроза, ураган был ужасный. Сосудистый центр снова принимает пациентов с сердечными и сосудистыми патологиями. Мы возобновляем нашу специализированную помощь. Вторая жизнь центрального парка. Популярная зона отдыха станет еще лучше. Молодцы, что все новое строят. Все для детей, для подростков, для мамочек с детишками. Благоустройство, которого ждут не первый год. Жители Крупской просят помощи. Тротуара здесь нет. Так где же ходить людям? А теперь об этом и многом другом. Более подробно. Почти сутки в мытищах ликвидируют последствия шквалистого ветра и ливня, обрушившихся на московский регион в понедельник вечером. В некоторых микрорайонах округа из-за поваленных деревьев и обрывов линий электропередач люди остались без света. По информации службы 112, в результате непогоды никто не пострадал. О грозе и ее последствиях расскажет Андрей Латынцев. Гром, молния, ливень, потоки воды и шквалистый ветер до 17 метров в секунду. Гроза разбушевалась не на шутку. Уже утром пользователи социальных сетей стали делиться кадрами последствий непогоды. Два наших дома стоят. И во дворе такой же кирпичный дом. Там на машину упало дерево. Вообще, конечно, гроза, ураган был ужасный. На территории округа ветер повалил 17 деревьев. Насаждения падали во дворах, на автобусных остановках и на проезжие части. Были повреждены две машины. Больше всего деревьев не пережили непогоду в микрорайоне «Дружба». Здесь многие жители на несколько часов остались без света. Ветер повалил деревья на линии электропередач. В последнее время не стали падать реже, чем падали до этого. Раньше такие перебои были чаще. Собственно говоря, мы и ожидали, что, может быть, будет обрыв, потому что все-таки местность сельская, деревьев много. Там у одного знакомого на участке там завалено и там тоже линия лепт. 11. У нас упали на опоры и не только сухостой. Там, где деревья упали на линию электропередач, сегодня восстановлена электроподача энергии? Восстановлена, да. Жалоб пока нет. Сейчас движение автотранспорта в микрорайоне «Дружба» восстановлено. К разгребанию завалов активно подключаются местные жители. Андрей Латынцев, Константин Бондаренко, Первый Матищинский. Матищи станут первым муниципалитетом Подмосковья, где начнется реализация программы реновации. Закон о комплексном развитии территории был принят в Московской области в конце 2020-го. В первую очередь он подразумевает расселение людей из аварийного жилья. Новые дома будут строить с отделкой комфорт-класса, энергоэффективными окнами, оборудованными санузлами и кухнями. Как отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, работа по формированию площадок для комплексного развития территории началась в Подмосковье еще до того, как закон вступил в силу. В высокой степени готовности находятся девять округов области. В Матищах реализация программы начнется со следующего квартала. Уже определена стартовая площадка – это шесть двухэтажек на улице Трудовой. На месте довоенной застройки будет возведен современный жилой комплекс с детским садом на 100 воспитанников и паркингом. Жители 57 квартир из обветшавших двухэтажек переедут в нормальное благоустроенное жилье. Следующим этапом станет выбор застройщика на основе результатов аукциона. Согласно проекту, только на первом этапе в новые квартиры переедут более 2500 жителей Московской области. Региональный сосудистый центр Матищинской городской клинической больницы, где лечат пациентов с острыми коронарными синдромами и другими патологиями сердца и сосудов, снова работает в штатном режиме. С начала пандемии это лечебное учреждение, как и многие медцентры, было перепрофилировано для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. После снижения количества заболевших больницы вернулись к прежнему формату и оказывают как плановое лечение, так и экстренные операции. Алина Саваш расскажет подробнее. Сегодня утром у Владимира прихватило сердце. После звонка в скорую его доставили в региональный сосудистый центр. Операцию необходимо было сделать быстро, так как боль затрудняла его дыхание. Спустя несколько минут после поступления пациент уже лежал в операционной. Утром все было нормально. Проводил уже до работы. И полвосьмого прихватило сердце. Дышать уже загруденную боль. Такие неотложные операции в региональном сосудистом центре выполняют регулярно. На время пандемии он был перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Но теперь он возобновил свою работу в прежнем режиме и готов оказывать не только экстренную, но и плановую помощь. Мы возобновляем нашу специализированную помощь. И она будет опять вновь доступна нашим жителям на очень хорошем профессиональном, квалификационном уровне. И мы приглашаем всех пациентов не опасаться за свою жизнь и обращаться в поликлиники за помощью. За этой помощью она будет им всем оказана в полном объеме. Региональный сосудистый центр принимает жителей со всей Московской области. С момента образования в него обратилось более 20 тысяч пациентов. Возобновление привычного режима работы ждали и мытищинцы. Безусловно, зрела острая необходимость, потому что количество больных не уменьшилось. В связи с пандемией стало больше даже тромбозов, осложнений, которые ведут к неврологическому дефициту и пациенту нуждаются в нашей помощи. В диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний большую роль играет высокотехнологичное оборудование. По поручению губернатора в рамках программы здравоохранения Подмосковья его у больницы доставляют регулярно, поскольку провести некоторые операции без специальных приборов невозможно. Это ультразвуковое исследование, про которое вы наверняка знаете. Но это ультразвук, который проводится внутри сосуда. Мы ультразвуковым датчиком в реальном времени видим стенку сосуда, видим структуру бляшки, видим, есть ли там или нет тромба, видим, нарушена ли покрышка бляшки. Исходя из этого, можем принимать решение. Это очень важный метод, без которого в настоящий момент рентген хирургический операционный не может полноценно считаться. Несмотря на возобновление привычного режима работы, медики говорят, отказываться от масок и перчаток еще рано. В целом ситуация с ковидом в городском округе Мытищи, как и во всем Подмосковье, стабилизировалась. Но соблюдать меры предосторожности по-прежнему необходимо. Алина Савыш, Денис Петров, Первый Мытищинский. Далее о благоустройстве. В Центральном парке рабочие продолжают мастить дорожки. Сейчас фронт работ переместился ближе к набережной реки Яузы. Строительство обещают закончить до наступления холодов, однако уже сегодня хочется представлять, какой будет одна из самых популярных зон отдыха после реконструкции. Надежда Звягинцева поможет нам это сделать. Этим летом часть Центрального парка закрыта для посещений. Идет строительство. Первый этап масштабной реконструкции коснулся территории, прилегающей ко Дворцу культуры Яуза. К слову, на площади перед ним уже почти уложена новая плитка. Она необычная по фактуре. А 3D-рисунок, который, опираясь на эскиз, создают рабочие, говорят, будет особенно красивым под осенним дождем. На сегодняшний день выполнено порядка 60% общих работ. У нас стоят жесткие сроки, то есть мы к сентябрю месяце планируем завершить все работы. Всрыва по графику производства работ в настоящее время нет. Подрядчик активно работает, также ведет строительный надзор за производством работы. Сейчас фронт работ переместился ближе к набережной. Рабочие укладывают плитку вокруг мемориального комплекса «Вечной агонии» на дорожках, ведущих мостику влюбленных. Он и парапет будут капитально отремонтированы, но только на следующем этапе. По другую сторону Дворца культуры Яуза уже нет тяжелой техники. Сюда даже открыт доступ пешеходам, и они оценивают первые результаты. «Мы из Тольятти приехали на турнир, и вот нам все показали. Очень красивый парк вообще. Мне кажется, в Москве мы были в парке, здесь замечательно, очень нравится. Молодцы, что все новое строят, все для детей, для подростков, для мамочек с детишками. Вообще просто супер». «Эти дорожки, они даже мерцают. При освещении они мерцают. Это здесь не вина. Когда солнце, они мерцают. Ну, будут фонари. Ну, конечно, нет. Ну, все, смотрите, площадка как. Все продумано, красиво, хорошо выйти еще». «Везде можно походить, погулять. Хотя бы куда-то выйти мыть еще. Еще плюс бы добавили какие-нибудь для детей развлечения, более спортивные, наверное, площадки. Потому что у нас девочка развитая, ей качели-карусели неинтересно. Вот бы что-то более такое спортивное». Спортивные снаряды появятся чуть позже. Сейчас в этой части парка «Активная точка» находится здесь. Это будущая скейт-площадка. «Мы знаем, что скейтеры сейчас находят все площадки во всех возможных местах, в том числе на центральных улицах города. Поступают жалобы жильцов о том, что звуки, да, и плюс повреждения покрытия, соответственно, этим видом спорта вызваны. Поэтому мы надеемся, что когда мы этот объект достроим, активная молодежь сюда переместится». Уже угадываются очертания рамп. Поклонники этого вида спорта потирают руки. «Я собиралась покупать скейт, поэтому думаю, что буду кататься на скейт-площадке». Также, как того требует время, на реконструированной территории появятся камеры видеонаблюдения. Они будут подключены к системе «Безопасный регион». И, конечно, планируют установить новые отвечающие концепции опоры освещения. Они уже завезены. Всего порядка 60 штук. Их обещают подключить к электросети до того, как световой день заметно уменьшится. Напомним, первый этап реконструкции Центрального парка должен завершиться к сентябрю. Надежда Звякинцева, Андрей Капустин, Первый Матищинский. Подробно о благоустройстве Центрального парка, а также других зон отдыха будем говорить в четверг, 5 августа. Гость программы «Диалог с властью», исполняющий обязанности заместителя главы Матищинской администрации Иван Яськив. Среди основных тем эфира также реализация программы социальной газификации, строительство дорог, подготовка к отопительному сезону. Свои вопросы вы можете присылать уже сейчас на электронную почту телеканала или звоните в редакцию во время прямого эфира. Напомню, «Диалог с властью» на Первом Матищинском каждый четверг. Принять участие в программе приглашаем мы жителей улицы Крупской. Там уже много лет нет тротуара и люди вынуждены подвергать себя опасности. Внутридворовая территория должна соответствовать всем необходимым требованиям, быть удобной и комфортной как для пешеходов, так и для водителей. А если свой двор становится опасным, жители начинают бить тревогу. С подробностями Алла Сталаева. Жители домов по улице Крупской уже не первый год задаются вопросом, почему они должны подвергать опасности себя и своих детей. Слева – дорога, справа – заросшая травой и замусоренная территория. Тротуара здесь нет. Так где же ходить людям? Улица Крупская – одна из центральных в Матищах. Параллельно с ней проходит улица Мира – основная артерия города. На этой территории уже несколько лет складывается непростая ситуация. Три года назад здесь снесли гаражи и этот участок так и остался пустовать. Сейчас сюда сбрасывают мусор, а зимой – снег. Отсутствие тротуара заставляет жителей ходить по дороге. Вот так приходится рисковать и семьям с колясками, и детям, идущим утром в школу. Как говорится, авось пронесет. Идешь, идешь, думаешь про школу, потому что мне далеко идти. Я утром встаю рано, чтобы пойти в 17-ю гимназию. И приходится всегда, если забываю, то иду, и мне сигналят, я пугаюсь иногда даже. Каждый раз надо поворачиваться и смотреть. Так просто не пройдешь. Рядом находится восьмая школа и 45-й детский сад. Чтобы пройти по этой дороге в часы пик, нужно смотреть в оба. Хотя и это не помогает. По словам жителей, наезды на пешеходов происходят постоянно. На днях сбили человека, оказывали, кто вечером шел ближайший подняться ему. Года три назад девочку сбила также. Это каждый год сбивается, потому что вечером здесь носятся 70-80 километров, а то и больше. Свист. Вот у нас окна выходят сюда, со свистом все. Страшно. Ситуация действительно наболевшая. Во время нашей съемки останавливались водители автомобилей. Люди говорят, дорога небезопасна для всех участников движения. Горажи снесли, а делать ничего не делать. Уже два года. Все вот так, в таком виде. Люди ходят по дороге. Матичинцы уже бьют тревогу. Подвергать себя такому экстриму больше не намерены. Активисты дома писали обращение в местную администрацию. На добродел и депутату Московской областной думы. Их требования следующие. Мы всем районам более 10 домов просим, чтобы нам сделали парковочные места, тротуарную дорогу и положить полицейские. За ответом мы обратились в управление ЖКХ и благоустройство городского округа Мытища. У нас сейчас разработан проект на благоустройство данной территории по счету на стоимость. То есть, ведомость объемов работ определена, сметная документация. То есть, нам на данный момент необходимо финансирование около 4,5 миллионов рублей. Мы на данный момент финансирование именно на эту территорию не выделено. Будем ждать либо корректировки, либо тогда уже вносить в планы мероприятий на следующий год. По проекту на улице Крупской планируется устройство парковочного пространства и пешеходные дорожки. Все пожелания горожан при разработке плана были учтены. Осталось дождаться его реализации. Алла Сталаева, Олег Степанов, Андрей Капустин. Первый Мытищинский. Смотрите во второй части выпуска. Мытищинские предприятия готовят молодых специалистов. 15 студентов этим летом пройдут практику в Мытищинском институте радиоизмерительных приборов. Учебная практика дала мне представление о профессии. Сезон бахчевых открыли в Мытищах. Как выбрать самую вкусную полосатую ягоду, расскажет Алина Саваш. Спелый арбуз обязательно отзовется низкими нотами на стук и похлопывание. Мытищинские предприятия готовят себе молодую смену. Студенты самых престижных технических вузов страны еще во время учебы выбирают место будущей работы. Хорошая возможность погрузиться с головой в будущую профессию – научная практика в производственных цехах и лабораториях. Героиня нашего следующего сюжета выбрала науку метрологию, а летняя практика только усилила интерес к профессии. Андрей Латынцев расскажет, как мечта становится реальностью. Вот этот прибор – это тестер сводных соединений. Сюда помещается микросхема. Именно микросхема – головное устройство любого современного радиоприбора. Их функционирование зависит от множества факторов. Все испытания проводят на специальном оборудовании. Для подтверждения всех функциональных характеристик его необходимо аттестовывать. Этим в Мытищинском научно-исследовательском институте радиоизмерительных приборов занимаются метрологи. Именно эту профессию решила освоить Анастасия Кремнева. Я в 11 классе поняла, что я все-таки технарь. Точные науки меня привлекают очень сильно. И начала выбирать специальность в факультет. Остановилась на стандартизации метрологии. До конца не понимала, что это такое. Учебная практика дала мне представление о профессии. Хотелось бы, наверное, проводить аттестацию приборов. Это интересно. Первый этап всегда знакомительный. Работать на таком оборудовании Анастасия будет учиться уже во время производственной и преддипломной практики. Студентка уверена, что это не сложно. У метрологов есть методика проведения испытаний. И ты следуешь четко инструкциям. Точность, скрупулезность, интерес к деталям и миру технологии. Те качества, которые присущи студентам, приходящим сюда на практику. Мария Ясакова когда-то тоже приходила знакомиться с предприятием. Технологический процесс и масштабы ее вдохновили. Здесь она работает уже 7 лет. Отмечает, что институт шагает в ногу со временем, что привлекает молодежь. Очень горят желанием узнать что-то новое. То есть вот эти все технологические процессы, которые у нас происходят в лаборатории, они очень с интересом осваивают. Большое спасибо нашим руководителям, что они дают такую возможность для молодых специалистов сразу узнать то, чем ты хочешь заниматься. Ребята знакомятся с нашей базой, с нашими производственными мощностями. У нас 56 единиц воспитательного оборудования и аналитических приборов. У нас еще и 111 средств измерения. То есть парк оборудования большой и ребята могут не только в теории ознакомиться со схемой, как это все происходит, но и на практике, говорится, потрогать руками. Этим летом ознакомительную и производственную практику здесь прошли 15 студентов технических вузов. Половина из них останутся здесь работать. В июне этого года указом президента Российской Федерации наше предприятие начало процедуру преобразования во Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники. Соответственно, это возлагает на нас дополнительные задачи, поэтому мы заинтересованы в приходе новых молодых кадров. Становление будущих кадров для МНИИ РИП – вопрос один из ключевых. Институту в этом году исполнилось 55 лет. Впереди новое открытие и свершение. Андрей Латынцев, Денис Петров, Первый Матичинский. Психолог, менеджер по персоналу научно-производственной компании «Экопирс» Клеопатра Орлова представила в окружную избирательную комиссию 117-го одномандатного избирательного округа документы для выдвижения кандидатом в депутаты в Государственную Думу. В рамках своей профессиональной деятельности Клеопатра Николаевна оказывает поддержку разным категориям граждан, но ее основная специализация – помощь жертвам домашнего насилия. Клеопатре Орловой 29 лет. Ее кандидатуру выдвинула партия «Новые люди». Также документы для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы Российской Федерации представил Юрий Подымахин. Руководитель Реутовского отделения Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов Юрий Подымахин представил документы в окружную избирательную комиссию 117-го одномандатного избирательного округа. Юрий Евгеньевич родился и живет в Реутове. Работает специалистом по ведению технической документации в МУП «Дирекция единого заказчика». Выдвинут от партии «Яблоко». Напомню, что 19 сентября 2021 года россиянам предстоит избирать Госдуму 8-го созыва. Это нижняя палата Федерального собрания, формирующаяся за счет голосования по одномандатным округам и партийным спискам. В Государственную Думу на пять лет будет избрано 450 депутатов, представляющих разные партии. В их полномочия будет входить принятие федеральных законов, объявление амнистии, утверждение премьер-министра, решение вопросов о доверии правительству и другие. Настал момент, который мы все ждем каждое лето. Сегодня отмечается Всемирный день арбуза. А значит, сезон полосатых ягод уверенно можно назвать открытым. Покупать бахчевые лучше в проверенных торговых точках. На территории нашего округа работает 13 официальных площадок. О том, как выбрать сладкую и самую вкусную ягоду, расскажет наш корреспондент. У многих из нас лето ассоциируется с морем, солнцем и арбузами – сладкими, насыщенными и сочными. Чтобы насладиться самой большой в мире ягодой, мы терпеливо дожидаемся наступления августа – месяца, когда арбузы становятся самыми спелыми. Я купила арбуз и дыню. Очень вкусные, надеюсь, будут. Любим арбузы. Всегда покупаем, ждем, когда начнется сезон арбузов. Как только бахчевые появляются на прилавках, у покупателей возникает уже традиционный вопрос – как выбрать арбуз? Чтобы ответить на него, достаточно запомнить несколько проверенных способов. Как правило, все покупатели ориентируются на вид ягоды, но продавцы же советуют верить не глазам, а ушам. Спелый арбуз обязательно отзовется низкими нотами на стук и похлопывание. Надо, чтобы хвостик сухой был, чтобы бочок желтый был и по звуку, чтобы звонкий был. Нередко покупатели, которые хотят убедиться в спелости арбуза на месте, просят продавцов надрезать плод. Но лучше этого не делать, напоминают специалисты. Не рекомендуется вскрывать арбуз в месте реализации. Вы его просто потом в течение часа-двух, пока везете до своей дачи или до дома, он у вас наберет такое количество патогенной микрофлоры, которая не обязательно вызовет кишечные инфекции или спровоцирует пищевое отравление. Бахчевые культуры проходят проверку регулярно. По итогам исследования по каждому продукту выдается заключение. Каждый покупатель вправе потребовать его от продавца. Мы смотрим, чтобы арбузы были плотные, то есть не битые, без гнили, без повреждений. И в обязательном порядке мы проводим, измеряем их на нитраты. Это обязательно. И смотря из каких регионов у нас идет по загрязненным областям, также проводим радиометрические исследования. Выбрать хороший арбуз поможет внимательность не только к самой ягоде, но и к месту продажи. Приобретать арбузы рекомендуется только в санкционированных местах торговли. Очень хочется, чтобы люди, конечно, покупали на развалах, а не так, как на дорогах. Потому что почему нельзя на дорогах покупать арбузы, дыни? Они накапливают тяжелые металлы, выхлопные газы. То есть все это продукция, все это себя впитывается, что может привести к расстройству жилых и кишечного тракта. Ну, думаю, все об этом знают. Также обязательно перед едой все это моется с моющим средством, специально, который идет для овощей с губкой. Как руки мы моем, так и обязательно нужно все это мыть, конечно. В Московской области в этом сезоне нитратных арбузов не обнаружено. А значит, сезон полосатых ягод официально можно назвать открытым. Алина Саваш, Андрей Капустин, Первомытищинский. Взаимоотношения отцов и детей – тема, которая не перестает волновать поколения. Кто они, современные подростки? Чем живут и что их по-настоящему волнует? Этим вопросом посвящен новый выпуск программы «Мытищи православные». Впервые гостьей программы стала 14-летняя девочка, подросток, которая поделится своими мыслями о вере, современном обществе и популярных молодежных увлечениях. Не пропустите новый выпуск программы «Мытищи православные» на нашем телеканале в эту пятницу в 20.00. Это все новости к вечеру вторника. Далее вас ждет прогноз погоды. Смотрите нас не только в эфире, но и на сайте Первого Мытищинского. А также подписывайтесь на наши социальные сети. Оставайтесь с нами. Когда мне звонят, я всегда кладу трубку. Был случай, когда мне позвонили из банка, даже представились начальником управления по борьбе с этими всякими махинациями из Москвы исправленной. Я сказал, вы вызывайте меня повесткой, я приду и разберемся. Честно, негативно, потому что непонятно, могут списать средства или это действительно соцопрос. Поэтому все предпочитают делать живое. Мне сын поставил программу, которая меня обезопасила. Обезопасила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Выход есть. Анонимные алкоголики Папа, зачем ты каждый год идешь сжечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? А если сгорит не только трава, а лес? А если сгорит наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигай сухую траву. Музыка. 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 Редактор субтитров А.Семкин